Друзья мои, в душе моей наконец-то поселился покой. Моя итальянская посылка все-таки приехала к Наташе Медведевой в Италию. Она ее получила. Конечно, было много казусов. Нас подвел переводчик, мы потом меняли переводчика. В общем, орхидеи мои очень долго стояли в гараже. В общем, мы очень-очень сильно за них переживали. Но, слава Богу, все доехали. Цветочки, конечно, отзавяли. Кое-кто немножечко подгнил. Но не настолько серьезно. Все это выживет и все с ними будет хорошо. Теперь я со спокойной совестью и чистой душой и спокойно пью вино итальянское с кофем, с итальянским шоколадом. Наташка счастлива. И я спокойна. Слава Богу. Слава Богу, моя подруга получила те орхидеи, эти химикаты, те грунты, которые она хотела. Очень приятно делать приятное своим друзьям. Честно вам скажу. Я люблю архошопинг. Пусть даже не для себя, а для своих друзей. Но я его люблю. Сегодня мы с мужем ездили собирать виноград. Потому что я очень люблю домашний виноград. Домашнее вино, вернее, простите. И мы собираем виноград. Конечно, у нас своей дачи нет и своего приусадебного участка у нас нет. Но нам помогают друзья. Где-то мы покупаем и делаем свое домашнее вино. Так вот, сегодня мы поехали к своим друзьям. Говорю своему мужу на обратной дороге. Давай-ка заедем к Регине. А он мне говорит, а что ты хочешь у Регины? Я говорю, ну мне надо грунты купить. Мне надо кое-что пересадить. Растущая луна, заканчивается лето. В общем, кое-что мне надо пересадить. Давай заедем. Это, как знаете, на фейсбуке часто читаешь. За хлебушком сходила в супермаркет. И пришла с десятком орхидей. Ну, так и я. Поехала за грунтами. При этом я умолчала, что я у Регины бронировала в этом заказе. Бульбофилум фаленопсис. Бульбофаленопсис. Ну, и в общем, грунты я купила. Ой, грунты купила. И за разом прихватила вот такой шикарный мух. Ребята, такой красивый мух. Вот взяла пакетик литровый. Вот просто, чтобы посадить. Вот такие вот коробочки я сажаю в мух. Или в пластиковые такие вот пакетики с застежкой. Ну, а сейчас я вот посадила его вот в такую вот плошку. Накрою пленкой. И этот мух будет расти. Смотрите, какой красивый. Какой пушистый. Я его взяла в руки. Я просто не могла положить его назад. Хоть у меня есть много муха с фагнума в морозильнике. Но он совершенно не такой. А этот такой пушистый. Вот если сравнивать с сухим мухом с фагнусом, то, вы знаете, наш украинский мух ничем не уступает, если его высушить. Он будет вот такой же. Но зачем мне сушеный мух, если я могу вырастить свой живой домашний вот такой вот хороший мух. Мух зеленый, пушистый. Просто шикардосный, честно. Мне так понравился этот мух. Ну, так вот. Вот такие шикарные бульбофаленопсисы Регина привезла в этот раз. Она брала небольшую партию растений, потому что в этот раз растения она брала все очень дорогие, очень. Ну, мне хотелось, сильно хотелось иметь в коллекции хоть один бульбофилум фаленопсис, и я его взяла. Вот такой вот он. Сейчас я сниму эту бирочку. Регина умничка. Она начала печатать такие интересные, смотрите, красивенькие бирочки. Регина Оргитшоп. И фото этого растения с названием. Руки грязные, простите, все в винограде. Вот такой красавчик. Теперь есть у меня. Очень много хороших и дорогих растений, но такие громадные кусты, вы знаете, и волкирианы, сирулии, голубые, очень большие кусты, которые, ну, если есть с кем взять, допустим, на двоих, их можно спокойно разделить на двоих. Очень красивые, большие кусты бульбофилумов, большие кусты дендробиумов, которые тоже можно разделить. Потом котлеи сернуа, тоже миниатюрные, ну, довольно-таки шикарные, большие кусты, свободно, можно брать на двоих, делить, а то и на троих. Кусты громадные, дорого, что там говорить. Но качество, конечно, растений безупречное. Очень красивые растения. Не знаю, бульбофилумы меня не любят. У меня есть несколько бульбофилумов, но они у меня скорее выживают, чем живут. Ну, все-таки, знаете как, пока сам не попробуешь, решила я взять еще и такое растение. А вдруг, а вдруг, бульбофилум фаленопсис и будет расти в моем доме. Посмотрим. А еще, знаете, вот все говорят хибики. Хибики миниатюрный дендробиум. Но в этот раз у Регины, вы посмотрите, ничего себе, миниатюрное растение. Бутылка вина. Размер бутылки, вы понимаете, да? И рядом стоят хибики. Вот с каждым разом, с каждым завозом, вот сколько Регина привозит хибики, они все больше и больше и больше. У меня были хибики, ну, такие чахлые. Вот А2, наверное, их покупала назад. Такие не чахлые, ну, вот никак не растут. А тут я нашла несколько кустиков у нее, даже в цвету, такие вот цветочки, красивенькие. И сочные, такие псевдогульбы, с такими сочными, красивыми листьями. Ну, конечно, в домашних условиях половина листьев, ну, чисто у меня они отпадут. Не знаю, как у вас, а у меня влажности такой нет. Ну, знаете, не смогла. Вот просто не смогла удержаться. И думаю, ну, хоть, ну, хоть хибики куплю в цветущем виде. Ну, пусть поцветут. А там видно будет. Они в кокосе посажены. Я его, не буду снимать этот кокос. Я просто поставила вот такой кокосовый любимый свой горшочек. Я его распарила. Он вот так вот набух. Такой красивенький стал. С рюшечками закрепила этот кокосик кусочками коры, чтобы он не шатался. Ну, и вот так вот, не доставая и не освобождая его корни от этого кокоса, вот так вот он и будет расти. Ну, а что? Пусть так порастет. А вдруг ему так будет хорошо? Корешочки сюда будут вот расти. Тут есть воздушная прослойка. Поливаться он будет снизу. Сам горшочек будет опрыскиваться время от времени. Ну, и я думаю, как-то так он и будет расти. Правда, красивое растение? Ой, отрехосились и какие красивые у Регины в этот раз. А малышонки такие, хромадные малышонки, линхостайлисы, ванды, все с бутонами, все с цветоносами. В общем, конечно, для любителей вандовых там есть что в этот раз выбрать. Очень красивое, здоровое, такие, знаете, мощное растение. Вы меня простите, я ничего не снимала, потому что у меня и времени не было, и с мужем я была, и он торопил, давай быстрее, 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 быстрее. Ну, в общем, схватила, что схватила и быстренько домой. Мой муж говорит, ну что, душа твоя удовлетворена? Я говорю, ну конечно, конечно удовлетворена. А он мне говорит, ну ты бы с этого и начинала, ничего себе, заедем к Регине. Мы были совершенно в противоположной стороне города, это километров 60-70 до Регины, он мне говорит, хороший заезд, это надо было назвать, давай съездим к Регине. Ну ничего, мы съедили, я с орхидейками, с грунтами, грунтов там очень много, архиата двух фракций, потом много нашей украинской кары хорошего качества, и для малышей, и для взрослых растений, лава есть, есть пларгон, есть керамзит, есть конские какашули, есть куча удобрений, фунгицидов, ну в общем, химикатов там предостаточно. Кому что нужно, есть блоки небольшие из пробкового дуба, есть небольшие блоки спрессованного, спрессованных корней папоротника, ну в общем, там есть что выбирать, если кому-то что-то надо, как всегда, под видео я оставлю все регионные реквизиты, где ее можно найти в социальных сетях, в вайбере, и вы можете заказать себе, если кому-то что-то нужно, все что хотите. Растения в этот раз получены дорогие, но очень шикарные, и очень большие кусты, и если у вас есть возможность кооперироваться, то смело покупайте, и делите эти кусты, Регина этого делать не будет, потому что, во-первых, это прудная партия, растений очень мало, она не брала много растений, во-вторых, зачем оно и надо рубать эти блоки, а вы дома у себя можете спокойненько, стамесочкой, с молоточком, блоки делить пополам, и будут у вас растения, это можно разделить при желании на троих, в общем, как-то так, друзья мои, хорошего вам всем настроения, красивых цветов и удовлетворения, пока-пока, до новых встреч, до новых встреч!